С сегодняшнего дня участковые избирательные комиссии по всей стране начали прием заявлений от жителей, которые хотят проголосовать по поправкам в Конституцию на дому или же по месту нахождения. Как это уже происходит в Архангельске, Алексей Шемякин расскажет. В периоды голосования на 22-м избирательном участке на Новгородском проспекте, в принципе, всегда одна из самых больших явок в Архангельске. Достигать она может 900 человек. Прогноз по поводу 1 июля из-за пандемии член комиссии не дают, но, отмечают, северяне уже активно пользуются функцией «Мобильный избиратель», которая сегодня стартовала на территориальных и участковых избиркомах. Как и Георгий Чернов из Мирного, иногородние жители приходят в участковые избиркомы и подают заявление о голосовании по месту нахождения. При себе только паспорт. Подать заявление о голосовании по месту нахождения вы можете только один раз. Адрес вашего места голосования указан здесь. Спасибо большое. Вся процедура длится не больше пяти минут. На нашем участке располагаются три общежития софы имени Ломоносова. Студенты, проживающие на территории этих общежитий, они не имеют регистрации местожительства в городе Архангельске, поэтому у студентов эта функция очень актуальна. Подать заявление для голосования по месту пребывания можно до 14 часов 21 июня в территориальную или свою участковую избирательную комиссию, а также через единый портал госуслуг либо МФЦ. Похожим образом работает система, когда вы приняли решение голосовать на дому. Только в этом случае даже приходить не нужно. Достаточно позвонить в участковую избирательную комиссию и сообщить о своем желании. По договоренности члены комиссии придут к вам в назначенное время, начиная с 25 июня, с уже готовым заявлением, а также бюллетенем на руках. В общем-то, наверное, все это нацелено на то, чтобы 1 июля на избирательных участках не было скопления людей, потому что там тоже будут предусматриваться меры санитарные, которые Роспотребнадзором предложены. То есть это и санитарная дистанция, это обработка, это вот как раз размещение членов комиссии, да, то есть тоже с использованием санитарной дистанции. О желании проголосовать на дому можно сообщить в участковые избиркомы до 17 часов 1 июля. Также сделать это можно через портал госуслуг, но уже до 21 июня. Алексей Шемякин, Анна Рязанова, Ольга Красулина, Регион 29.